Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Молоко на здоровье. Автомобилем не место на пляжах. Наша Кристина – чемпионка мира по самбо. На очередном приеме главы Анапы речь шла об улице Приморской в Суко. Этот спор не одного года. Контрольно-пропускной пункт Всероссийского детского центра «Смена». По мнению представителей жилищно-строительного кооператива «Суко», препятствуют свободному проходу к морю. На чаше весов интересы жителей и владельцев гостиниц в Суко и безопасность тысяч детей, которые каждый год отдыхают в смене. Необходимо найти компромиссное решение. То есть оградить проход искусственными сооружениями, чтобы исключить попадание посторонних людей на территорию детских оздоровительных учреждений. Процесс длительный, но все равно они к этому придут. Приморская 7 – адрес земельного участка, находящегося в федеральной собственности и предоставленного Всероссийскому детскому центру. И эта же улица – территория общего пользования, проход к морю. Альтернатива Приморской сегодня есть. Это переулок Казачий. Поставить точку в судебных разбирательствах может только суд. В формате круглого стола депутаты и представители органов территориального общественного самоуправления обсудили вопросы взаимного сотрудничества. Как показали прошедшие в сентябре выборы, общественники – прочное связующее звено между депутатским корпусом и населением. Нерешенных проблем в городе-курорте по-прежнему остается немало. В период агитации координаторы органов ТОС сделали наказы депутатам. Теперь очередь последних эти наказы выполнять. Очень большую работу проводят наши ТОСы по, прежде всего, по озеленению, по благоустройству, по приведению ближайших территорий в надлежащий порядок. Большую работу ведут по вопросам общественного порядка. Много делается для того, чтобы наши населенные пункты были очень опятными, ухоженными. И, конечно же, большая работа состоит в организации работы с детьми. В формате встречи общественники делились друг с другом опытом эффективной работы. Вера Севрякова – четвертый срок в депутатском статусе. Новоиспеченным депутатам у нее есть чему поучиться. Конечно, я никогда не смогла бы работать и столько сделать без помощи тех общественников, которые есть на нашем округе. То, как только впервые стала депутатом, я сразу поняла, что, имея такой огромный округ, где проживают более 30 тысяч жителей, я ничего не смогу сделать, если мне не будут помогать общественники. Один из важных вопросов – взаимодействие ТОСов с участковыми полицейскими и организация приема граждан в опорных пунктах полиции. У нас есть проблемы с самими опорными пунктами полиции. Участники круглого стола изъявили готовность к тесному сотрудничеству. Впереди 5 лет работы вновь избранного депутатского корпуса. Решать общие проблемы предстоит сообща. Пейте дети молоко, будете здоровы! Анапа – единственное муниципальное образование в крае, где муниципалитет взял на себя расходы по обеспечению школьников молоком. В школах курорта ребята по-прежнему получают свое любимое молоко два раза в неделю – среду и пятницу. Чтобы не толпиться, столовое молоко получают по графику. За час-полтора до или после еды. Яркая и удобная индивидуальная ассептическая упаковка и трубочка привлекают ребят, а взрослых – качество продукта. Поставщик у нас калория, всегда в сроки все, всегда свежее, все это мы проверяем. У нас создана комиссия по приему товаров в столовую. Это, конечно, огромные затраты для муниципалитета, но это очень нужно и важно для подрастающего поколения. Потому что молоко именно в этом возрасте, именно в этот период для деток очень важно. Только в школе номер 9 более 600 учеников. Каждый пакетик молока обходится муниципалитету 13 рублей 20 копеек. Сумма вырастает в месяц совсем немалая, но и задача стоит серьезная – растить на курорте здоровых детей и формировать у ребят осознанное отношение к здоровому питанию. Оно способствует развитию ребенка, развитию интеллекта. Молоко очень полезное, потому что в нем много витаминов. Я как спортсмен могу сказать о том, что питание – это очень важно. Нужно следить за тем, что мы едим, чтобы вредных продуктов ни в коем случае не употреблять. И, конечно, очень важно, чтобы в нашем рационе были такие продукты, как кисломолочное молоко, творог и прочее. Я очень рада, что школа, государство так заботится о нас, что два раза в неделю нам дают молоко вкусное. Конечно, оно полезно очень не только для нашего состояния, для спортсменов, для того, чтобы у нас были силы, но и для развития, что на уроках мы могли проявлять свои способности. По пищевой ценности молоко – самый совершенный продукт, созданный самой природой, и ребята пьют его с удовольствием. Нелегальные такси, работающие без лицензии, риск для пассажира и работа для рейдовых групп. На курорте официально зарегистрировано 8 юридических лиц и 328 индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров легковыми такси. Однако, немало желающих заниматься этим бизнесом незаконно. Чтобы пресечь деятельность нелегальных таксистов, на курорте созданы рабочие группы. В их составе инспекторы ДПС ГИБДД, участковые и полномоченные, сотрудники налоговой инспекции и представители общественности. За 9 месяцев сотрудники полиции и налоговой службы составили на нелегалов 306 административных материалов. Задержанное до решения суда помещено на специализированную стоянку 29 транспортных средств. Многие автовладельцы стараются выбираться на природу на личных автомобилях. При этом мало кто задумывается о правилах размещения транспортных средств на берегу моря. Подъезжают к пляжам, к самой воде или вообще въезжают в воду. Движение по пляжам строго запрещено. Специалистами управления муниципального контроля курорта проводится ежедневный мониторинг пляжных территорий. Под колесами тяжелых внедорожников песчаные пляжи постепенно теряют свой облик. Причина появления автомобилей на берегу – обычная лень. Рыбакам не хочется проходить лишние метры со снаряжением. Только за прошедшую неделю сотрудниками муниципального контроля были зафиксированы более 10 автомобилей на побережье. Рыболовам и отдыхающим сотрудники муниципального контроля сообщают, что они нарушили требования Водного кодекса о запретах на проезд и стоянку автомобиля в границах водоохранной зоны. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей для граждан, от 8 до 12 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 400 тысяч рублей для юридических лиц. По всем выявленным фактам материалы будут переданы в природоохранную прокуратуру. В рамках года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями специалисты Центра медицинской профилактики проводят выездные профилактические осмотры. Работники сферы культуры – люди занятые. Концерты, репетиции, мероприятия – когда заняться собственным здоровьем. Если вы не идете к доктору, он идет к вам. Сотрудники Центра медицинской профилактики провели выездной профилактический осмотр в городском театре. Портативное оборудование позволяет делать забор крови на месте и почти моментально выдает результат. Уровень глюкозы и холестерина в крови значительно влияют на сосуды. На самом деле это очень замечательная вещь, потому что болезнь всегда лучше предотвратить. То есть проанализировать. Я на данный момент прошла дыхательную диагностику, диагностику легких. У меня все хорошо, я могу быть спокойна. Во-первых, нет очереди, мы не теряем времени своего. И очень доброжелательные врачи. Обследование сердца на кардиовизоре выявляет признаки гипоксии и ишемии до того, как отклонения вытекают в заболевание. Наше обследование позволяет выявить самые начальные изменения, которые еще не перешли в болезнь. И в этом смысл нашего обследования профилактическое. Когда можно что-либо изменить только скорректировав образ жизни, питание, исключив какие-то вредные привычки. По результатам обследования врачи дают рекомендации и предлагают пройти более обширный осмотр в центре медпрофилактики. Обследование бесплатное. Люди всегда с желанием приходят на наше обследование, с благодарностью относятся к предоставленной им возможности. У кого выявляются какие-либо отклонения на месте, сразу даются рекомендации. Мы приглашаем для повторного обследования уже на месте, на базе нашего центра, где можно более углубленное пройти обследование. Люди, которые приходят к нам для динамического, то есть повторного наблюдения, практически у всех отмечается положительная динамика. Любое предприятие или учреждение может пригласить выездную бригаду в офис. Подать заявку можно по телефону 5-44-87 в регистратуре центра. Анапчанка – чемпионка мира. Кристина Усова вернулась с грандиозной победой из столицы Латвии – Риги, где проходило первенство мира по самбо. Мастер спорта подзюдо и чемпионка мира по самбо. В свои 19 лет Кристина добилась блестящих успехов в двух сложнейших видах спорта. Постоянные тренировки, целеустремленность и воля к победе – залог успеха. Ну вообще спорт отнимает много времени, но я нахожу время погулять с друзьями, повидаться с родственниками, которых давно не видела. Ну бывают моменты, когда хочется вот так вот тоже, ну больше свободного времени, но потом начинаются тренировки и уже не до этого. Воспитанница детско-юношеской спортивной школы номер один села Супцех представляла на соревнованиях Россию. Это огромная ответственность. В ее весовой категории было четыре соперницы. Первую схватку со спортсменкой из Казахстана Кристина выиграла со счетом 11-0. В финальном поединке наша Анапчанка боролась со спортсменкой из Украины и тоже одержала победу. Если честно, когда называют фамилии, имя, еще до конца не понимаешь, что ты выиграл. Ну конечно рад, но ты не до конца это понимаешь. Когда на пьедестале стоишь и гимн играет в ту честь, это очень тоже приятно. У папы слезы морочек. Германия, Греция, Сербия, Австрия – это далеко не все страны, в которых побывала наша спортсменка. Но Латвия больше всего пришлась ей по душе. Тренер Кристины Сергей Галаян с гордостью рассказывает о своей воспитаннице. Усилия очень большие. Десять лет тренировок – это первое самое главное усилие. Это кропотливая, каждодневная работа. В последнее время много стартов у нее и по дзюдо, и по самбо. Поэтому усилие победить, прежде всего, на первенстве России, сначала быть чемпионкой страны, чтобы представлять страну на чемпионате мира. Кристина – студентка второго курса Кубанского государственного университета физической культуры в Краснодаре. Сейчас девушка готовится к отборочным турам по первенству России по дзюдо и самбо. Свою дальнейшую жизнь хочет связать со спортом. Пожелаем нашей спортсменке удачи и побед. Завершит выпуск прогноз погоды. В четверг, 22 октября, в Анапе пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 15-16 градусов. Ночью до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступной и качественной одежды для детей и взрослых. Модная школа. Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.